Сразу не сообразили. Сегодня благовещенцы учились переходить перекрёсток в районе автовокзала по новым правилам. Морально устарел. Общественники предложили депутатам обновить герб Благовещенска. Угля хватит. Городские коммунальщики готовы без проблем пройти весь отопительный период. Но только к обеду пешеходы более-менее разобрались в новых правилах. Подробности у Анжелики Павловой. Переключить светофор на трёхфазную схему работы у специалистов МП «Сигнал» получилось за 7 минут. Гораздо больше времени потребовалось участникам движения, чтобы сориентироваться. Хотя такая схема вот уже два года действует двумя кварталами дальше. На перекрёстке 50-летия октября Амурской. Разобраться с новыми правилами в районе автовокзала сейчас помогает дежурный экипаж ГИБДД. Ну да, я не поняла, мне замечание сделали. Свистнули. Просто иногда торопишься, а мы деревенские. У нас, знаете, бегом-бегом к автобусу. Ну, так ходить нормально. Ну, а чё же нормально? Да я приезжу, я не знал даже ничего. Я в Симановске приехал. Знать ничего особенного здесь вовсе не нужно. Главное запомнить. Первые две фазы светофора горят для автомобилистов, а третья – для пешеходов. Время, данное на переход дороги, рассчитано с учётом ширины проезжей части и скорости движения пешехода. Зелёный сигнал светофора здесь горит, как и на пересечении улиц 50-летия октября Амурской – 18 секунд. Этого времени вполне достаточно, чтобы спокойным шагом перейти с одной стороны улицы на другую. Сотрудники ГИБДД убедительно просят пешеходов пересекать проезжую часть только под прямым углом. А не так, как привыкли многие горожане по диагонали. Хотя штраф за это не предусмотрен. Под угрозу поставлена безопасность. Именно последний критерий и стал решающим при переводе светофора на новый режим работы. На этом перекрёстке всегда было очень интенсивное движение. Появление третьей фазы призвано сократить количество ДТП. Анжелика Павлова, Денис Лугов. Программа «Город». А ещё разгрузки этого района в будущем поспособствуют перенос автовокзала в здание железнодорожного. Таким образом, ЖД-вокзал станет мощным транспортно-посадочным терминалом. Перспективы Благовещенска как логистического центра обсудили сегодня на совещании в городской администрации. Там присутствовал мэр города, представители Забайкальской железной дороги и компании «Трансконтейнер». Специалисты признали, в Благовещенске достаточно возможности, чтобы организовать здесь транспортный терминал. Есть речной порт, авиасообщение, железная дорога, хорошо развито автомобильное движение. В компании «Трансконтейнер» подтвердили своё намерение перераспределить северные транспортные потоки и перенести логистический центр из Новосибирска в Благовещенск. А руководители железной дороги согласились предоставить здание ЖД-вокзала для отправки и прибытия междугородних автобусов. Это в первую очередь, конечно, безопасность для пассажиров. У нас существует и видеонаблюдение, как на перроне, так и на здании вокзала Благовещенск. Кроме того, это металлорамки, металлодетекторы, сотрудники частного охрана предприятия, с которыми заключены договоры. Они также будут смотреть за порядком. В здании разместят и кафе. Причём никакого фастфуда там не будет. Вокзал, по словам железнодорожников, полностью готов к изменениям. Сейчас дело за общим взаимодействием. Администрации города совместно с ГИБДД необходимо полностью пересмотреть сетку маршрутов общественного транспорта и организовать перрон для междугородних автобусов. Кристина Добровольская, Александр Матвеев, Владимир Белоусов. Программа «Город». Новый автомобильный мост через Зею, который начнут строить в этом году, будет ещё и железнодорожным. Перспективу этого проекта губернатор Преамурия Олег Кожемяка обсудил в ходе встречи с начальником Забайкальской железной дороги Валерием Фоминым. Представители РЖД проект поддержали. Сейчас рассматривается вопрос о создании логистического терминала, по которому грузы будут заходить в город и автомобильным, и железнодорожным транспортом. Из Преамурия переправляться в европейскую часть страны. Напомним, начало строительства моста назначено на текущий год. Конструкция протяжённостью почти в 2 километра встанет в районе улицы Горького. Мост будет двухполосным. Ширина проезжей части составит 9 метров. Действующий герб Благовещенска устарел и не соответствует высокому званию города-столицы. Так считают общественники, которые обратились к депутатам с инициативой осовременить геральдический символ. Геральдика – это очень серьёзная наука, где каждый завиток имеет значение. И вот считываем этот герб, мы видим, что это герб некоего поселения, до 50 тысяч человек там проживает. Поселение сельскохозяйственного назначения и возникло оно во времена Александров. Чтобы привести исторический герб в соответствие с современной действительностью, общественники предлагают изменить всё, кроме самого гербового щита, подобных которому нет нигде в мире. В частности, они считают, что необходимо добавить к короне венчающий щит ещё два зубца, чтобы отразить статус и территориальный размах города. А ещё нужно добавить геральдическому символу перекрещенные мечи, как знак того, что населённый пункт удостоен звания города воинской славы. Здесь общественники, конечно, слишком забежали вперёд. Этот статус Благовещенск только пытается получить. Депутаты, выслушав все доводы, приняли решение создать рабочую группу для разработки нового герба. Но только после того, как президент подпишет указ о присвоении Благовещенску звания города воинской славы. В таком случае обновить символ членам рабочей группы придётся в недельный срок. Ольга Туманис, Михаил Величкин, программа «Город». Что точно в этом году ждёт обновление, так это городские магистрали. Реализация проекта организации дорожного движения в Благовещенске началась в прошлом году и продолжится в нынешнем. Первым делом специалисты установят два новых светофора на улице Богдана Хмельницкого на пересечении с Красноармейской и Горького. Какие ещё мероприятия предусмотрены проектом, расскажет Регина Сорокина. Там, где раньше с опаской перебегали, пешеходы теперь идут спокойно. Вызывной светофор появился на улице 50-летия Октября в районе КПП летом. Участок этот оживлённый, неподалёку детский сад и школа. Поэтому без светофора зеброй было не обойтись. Местные жители дорожную обновку оценили. Раньше переходили, как и везде, без светофора. Успел, перебежал. Но сейчас по светофору, конечно, удобно, по правилам. Всё как положено. В Благовещенске в прошлом году установили 17 трёхглазых. Шесть из них оборудовали звуковым сигналом для слабовидящих. Все мероприятия в 2014-м старались проводить строго по проекту организации дорожного движения, который разработали для нас омские специалисты. Обновлялись дорожные знаки, расширялись подъездные карманы, реконструировались улицы. Кое-где, например, на Красноармейской требовалось всё и сразу. Комплексной работой власти не пренебрегали. Потому что можно, допустим, повешать светофорный объект, но не сделать к нему подходы. Или пешеходные дорожки. Это совершенно не то будет. Когда всё сделано сразу в комплексе, и повешены знаки, и всё-всё-всё, это будет максимально эффективно. Реализация проекта только началась, а в городе уже значительно увеличилась пропускная способность некоторых улиц. Во многом благодаря новой дорожной разметке. Сначала её нанесли на улицы Ленина, теперь косая линия есть и на Зейской. Полоса делит дорогу на три части, позволяя автомобилям беспрепятственно поворачивать. В этом году городские власти продолжат разгружать дороги Благовещенска. По плану, основные дорожные работы этим летом развернутся на перекрёстке улицы Мухи на Игнатьевского шоссе. Этот участок считается проблемным. Пытающиеся уйти в поворот водители часто затормаживают движение тех, кто едет прямо. Поэтому дорогу здесь планируют расширить, добавив дополнительные полосы. Специально для этого во время реконструкции Мухи на этим летом дорожники заново не заасфальтировали 200 метров перед самым перекрёстком. В минувшем году на организацию дорожного движения потратили 300 миллионов рублей. Примерно столько же планируют освоить и в этом. Сам же проект рассчитан до 2018 года. Регина Сорокина, Денис Лугов, программа «Город». И к другим темам. Проблем с топливом в Благовещенске не будет, заявляют городские коммунальщики. В свете нехватки угля в Белогорском районе наша съёмочная группа отправилась на самую большую котельную областного центра, чтобы узнать о запасах угля и мазута и о том, что помогает рационально их расходовать. Подробности в следующем сюжете. От работы котельной 74-го квартала зависит погода в доме 11 тысяч горожан. Она отапливает самый большой район Благовещенска, в том числе и несколько социальных объектов – детсад, школу, поликлинику. В прошлом году срок эксплуатации одного из котлоагрегатов вышел. Его заменили на новый. Он и надёжнее, и помогает экономить расход угля. А ещё он полностью автоматизирован, что значительно упрощает работу. Это в первую очередь безопасность котла. То есть идёт автоматическое отключение при нарушении его режимов работы. Ну, а если сравнивать с бескнопочными, то здесь следишь за работой котла, и надо будет – остановил, нажал. А бескнопочные – это уже ручная загрузка, там лопатой работать надо. При подготовке к этому отопительному сезону вместе с котловой ячейкой здесь заменили ещё пять агрегатов – экономайзер, дутевой вентилятор, дымосос, деаэратор и пять паровых подогревателей. Капитально отремонтировали и самый старый котёл. Он ещё послужит. Следующий отопительный сезон мы сейчас смотрим по результатам прохождения этого отопительного сезона. Выявляются дефекты. Ну, на следующий год планируется замена котлов на маленьких котельных в первую очередь. Потому что здесь большое оборудование, но маленькие котельные, которые отапливают тоже наши районы города, даже, может быть, там меньше объектов, но надёжность с них не снимается. По словам коммунальщиков, проблем не будет и с топливом. Только на складах этой котельной сегодня хранится 8 тысяч тонн угля. По расчётам запаса хватит ещё на полтора месяца. Однако поставки угля и мазута всё равно продолжаются. Твёрдое топливо к нам везут из Красноярска и Райчихинска. Всего в городе сейчас 80 тысяч тонн угля. При расходе в среднем 500 тонн в сутки его должно хватить до конца зимы. Кристиан Добровольская, Александр Матвеев, программа «Город». С 20 февраля улицы города наряду с сотрудниками ППС будут патрулировать народные дружинники. Накануне у них завершилось последнее теоретическое занятие по правовым основам. В ближайшие дни волонтёры приступят к физической подготовке. Взять безопасность города под свой контроль решились более 60 человек, большую часть которых составили студенты. Записаться в ряды дружинников отважились даже представительницы прекрасного пола. В конце обучения волонтёры сдадут экзамен на знание теории и по самообороне. Поддерживать форму дружинники смогут постоянно и в дальнейшем. Будет предоставляться спортивные залы безвозмездные. Это тренажёрный зал на стадионе «Юность». Также это будет большой спортивный зал предоставляться для девушек по желанию. Мы уже так планировали фитнес-зал предоставить им. Основной работой дружинников станет поддержание правопорядка на массовых мероприятиях. Выезды в патрули вместе с полицейскими, а также оказание помощи участковым. Расширить круг должностных лиц, имеющих право фиксировать административные нарушения, предложила депутатам городская администрация. Народные избранники на профильном комитете инициативу поддержали, озвучив и свои предложения. Сегодня в Благовещенске составлять протоколы о правонарушениях могут только члены административной комиссии. А их всего три человека. Оперативно работать такими силами невозможно. Поэтому специалисты администрации предложили наделить подобным правом еще и, например, руководителей профильных управлений. Ориентировочно где-то около 14 человек, должностных лиц администрации, могут составлять административный протокол. Выявили, составили протокол сразу. Один выезд не будет. Следственных таких мероприятий, доследственных мероприятий, которые оттягивают время. Это даст оперативно принимать меры к нарушителям. Чтобы притворить эту идею в жизни, ее сначала должно поддержать большинство депутатов на заседании Думы. А потом предложение нужно направить коллегам из ЗАГС Собрания, чтобы те внесли изменения в областной закон. Городские народные избранники хотят, чтобы в нем отразились еще некоторые изменения. В их числе запрет мыть машины во дворах и парковать авто на детских и спортивных площадках. Штрафы за нелегальные занятия бизнесом могут вырасти в десятки раз. Соответствующий законопроект в Госдуме рассмотрят завтра. Сегодня так называемые шабашники ремонтируют квартиры, бытовую технику, вводят такси, перевозят малогабаритные грузы и занимаются репетиторством. Естественно, без лицензии. Если последнее выясняется, они платят штраф от 500 рублей до 2000. После принятия поправок санкции составят от 30 до 50 тысяч рублей. Авторы законопроекта считают, что такое ужесточение ответственности – это мера поддержки легально работающего малого и среднего бизнеса. И продолжаем выпуск. Сегодня в столице Преамурья прошло торжественное открытие дальневосточного турнира по спортивной гимнастике. В Благовещен съехались около сотни участников со всего Дальнего Востока и даже Монголии. Сильнейших выберут как в многоборье, так и в отдельных дисциплинах. Осудить соревнования будут олимпийские чемпионы – Любовь Андрианова и Николай Крюков. На дальневосточников у них большие надежды. Как всегда это было, я имею в виду и Советский Союз, еще и уже Россия после, в основную массу сборной команды составляют как раз ребята из других регионов, не Москва и Санкт-Петербург, а где-то с окраины. Гимнастки есть везде. И Дальний Восток – это не исключение. Вам, конечно, тяжелее, потому что у вас меньше соревнований проводится. Вы не имеете такую возможность часто приезжать к нам ближе в Россию, потому что соревнования в основном проходят у нас в центре России. В Благовещенск на соревнованиях представят две команды по шесть человек. Работу с ними на протяжении длительного времени вели сразу девять тренеров-преподавателей. Сколько медалей окажется в копилке областного центра, станет известно в воскресенье. Именно в этот день состоятся финальные выступления. Младшеклассники про гимназии сегодня засветились. Совместно с госавтоинспекцией они провели небольшую акцию, чтобы обратить внимание водителей и родителей на важность светоотражающих элементов в одежде ребенка. Время участники акции выбрали соответствующее. Ближе к восьми утра, когда родители подвозят своих чад к школе. Малыши привлекали автомобилистов светоотражателями и раздавали им листовки о пользе таких элементов. Ведь в 2014 году в городе произошло 90 ДТП с участием детей. Половины происшествий можно было бы избежать, если бы на одежде ребенка были светоотражающие элементы. Дефицитов в светящихся нашивках нет. С начала года автоинспекторы ГИБДД снабдили ими все школы. Ребята с удовольствием разбирают яркие смайлики и ленточки. Чего не скажешь о родителях. Эта идея в их головах приживается сложно. У нас родители еще не приучены, что это просто необходимо для детей вот именно маленького возраста. Ну, до 10 лет это, я считаю, что это обязательно, а для детей старшего возраста, как бы, ну, я считаю, это тоже необходимо. Многодетные семьи, в которых доход на одного ребенка составляет меньше 18 762 рублей в месяц, имеют право на получение социальной поддержки. С 1 января 2015 года размеры выплат, как и условия их предоставления, изменились. Теперь право на ежемесячную денежную выплату имеют и те семьи, в которых средний душевой доход не превышает прожиточного минимума. Это 9 381 рубль. А вот размер регионального материнского капитала, в отличие от федерального, который в этом году вырос более чем на 23 тысячи, остался неизменен. Он и в этом году составит 291 600 рублей. По всем вопросам предоставления выплат можно обращаться в Управление социальной защиты по адресу переулок Релочный, 3 или по телефону, который вы видите на экране. А более подробную информацию предлагаем прочитать на нашем сайте tv-город.ру. И на сегодня это все. Благодарю вас за внимание. Напоминаю, что наши новости вы всегда можете прочитать на нашем сайте tv-город.ру. Желаю вам всего самого доброго и до встречи в эфире.